Я постараюсь вначале создать более общий договор обзор по области. Название телекистико-исследовательного лазерного мускорения частиц. Звучит оно, конечно, как всеобъемлюще, но это конкретные аспекты, стараюсь ухватить. Во-первых, с практики начнем. Для чего вообще нужны вскоренные частицы? Зачем мы поскоряем? Здесь, в принципе, приведем к какой-то краткий список, зачем это может быть. И так как речь идет о лазерном ускорении, я прекрасно знаю, что есть линейные ускорители, циклические синхротроны. У меня речь идет про лазерные. И основной интерес вызван тем, что сейчас в лазерной установке с достаточно большими интенсивностями они уже имеют компактный размер, то есть на столе вмещаются. В такой комнате уже будет агрегат с пиковой доступной интенсивностью. Поэтому, если у нас получится с помощью таких компактных вещей ускорять частицы, ускорять, может быть, даже не хуже, чем в стандартах многокилометровых, то было бы неплохо. И все вот эти вот применения, которые написаны, они могут по-новому заиграть, потому что источники станутся компактными. Ну, о компактности-то начнут с 40-х годов. Энрик Ферме, он как-то, ну, шутки, не знаю, предложил сделать ускоритель, который попоясывал землю по экваторам. Оценки примерно показывают, что в таком агрегате можно было получить в энергии примерно 1 бетаэлектрон вольт. Но это, скажем так, максимально достижимо, что мы можем вообще в нашей земле выжить. Естественно, такую штуку никто строить не будет. И еще хочу напомнить, что, так как здесь речь идет о циклическом ускорителе, то у нас есть синтроторное излучение, то есть частица, двигаясь в магнитном поле по круговой орбите, она будет излучать. Причем мощность этого излучения, она обратно пропорциональна в степени массы. Поэтому оно, естественно, более существенно для легких частиц электронов-позитронов, а для ионов оно будет, я как говоря, слабее. Поэтому самый большой, на данный момент, существующий ускоритель, большой агромный коллайдер, он ускоряет протоны. Здесь, кроме географической какой-то ценности, этот рисунок, он позволяет просто ценить масштаб. Диаметр у него примерно 9 километров, то есть окружность порядка 20 с чем-то километров, 27. Это на данный момент самый большой ускоритель, и, как мне кажется, да и всем, что, наверное, больше уже ничего не будет построено, просто потому, что это уже несколько стран на этом участок, причем вкладывают достаточно серьезные деньги, и просто нечто большее построить уже вряд ли возможно. Другая есть альтернатива – это линейные ускорители, в чем их большой плюс, что они лишены недостатка, связанного с потерями энергии на излучение. Здесь возникает другая проблема. Здесь на картинке – это самый большой линейный ускоритель на данный момент в Стэнфорде. Проблема у них в том, что схема, я думаю, примерно понятна, как он ускоряет частицы. Там есть вопрос о максимальных ускоряющих полях. Казалось бы, мы можем создать больше и больше поля и более эффективно ускорять частицы. То есть на заданном масштабе, не знаю, метр, мы будем получать все больше энергии. Не то-то было, потому что есть просто пределы, которые выдерживают в начале материалы, то есть там, допустим, металлические какие-то элементы, а есть вообще пробой вакуума. То есть создать поле для ускорения частей больше, чем выдерживать просто вакуум, мы уже не можем. Поэтому здесь вот масштабы примерно приведены. Сейчас вот в Стэнфорде стоит примерно 3 километра, но у него такой вот масштаб достижимых энергий – 30 кВт. То есть если нам нужен один телоэлектронный вольт, то уже надо строить 100 километров, ускорить их уже существенно. Но опять же по деньгам тоже вылиться в хорошую достаточно сумму. Вот альтернатива, которая предлагается, это использовать в качестве ускоряющей среды не вакуум, в котором там как-то там откладка не конденсатор, еще как-то создаются поля, а использовать для этого плазму. Основное преимущество в том, что максимальные поля, которые выдерживают плазму, они на 3 порядка выше. То есть, соответственно, мы можем более эффективно как-то придумать, сформулировать концепцию ускорения. Сейчас я кратко расскажу про электроны, про их ускорение. Почему? Ну, электроны ускорять проще, это понятно, потому что масса в 2000 раз меньше, чем у протонов. Значит, здесь вот, ну, я сразу прошу прощения, некоторые слайды будут на английском, потому что некоторые вещи не переводятся нормальными русскими словами уже, некоторые мне просто лень было переводить. Но вот лазер вейкфилдекс венераторичен, это переводится как лазерное ускорение к элеваторным полям. Почему оно так называется? Если вот, я думаю, кто на море был, видел, что за любым судном, который идет по воде, образуется вот такой вот след из волн. Эти волн как раз называются кереваторными. Похожий эффект, он происходит в плазме, когда по плазменному тону-каналу идет лазерный импульс, он действует наподобие этого вот корабля. То есть, вначале, если плазма была не измущенная, прошел лазерный импульс, то вслед за импульсом пойдут вот эти вот как раз кереваторные волны. Это будут плазменные волны самым мгновенно. То есть, ион у нас был стационарный по плазме, электроны, вначале, как бы, лазер, как только зашел в плазму, чуть-чуть качнул электроны, пошел дальше, электроны уже потом так вот за ним будут колебаться. Вот в 79-м году Таджим и Гауссен, они предложили этот механизм ускорения. Здесь представлено моделирование. Это электронная плазменная плотность, которая была образована после прохождения гауссово-лазерного пучка с амплитудой примерно 10-18 ватт на сантиметр квадратный. Вот, если видно, как раз вот эта вот волновая структура. И теперь, опять же, еще одна морская аналогия, очень популярная, это вот серфинг. То есть, если мы на этот вот склон волны каким-то образом сможем посадить частицу, то частица будет достаточно эффективно ускоряться, она просто захватится этой волной. И со скоростью будет посидеться скоростью света. Единственное, что опасно, чтобы частица не попала на противоположный гребень, потому что там она будет также эффективно замедляться. Значит, чтобы показать потенциал этих ускорителей, вот, вредим достаточно простой оценки ускоряющих полей. Значит, у нас есть плазма электронная, уравнение пуассона. Из него мы хотим оценить напряженность поля. Если что-то будет непонятно, можете спрашивать, я поясню по конкретному. Здесь что, просто, уравнение по всему пассиану, это d по dx от напряженности поля. Когда делаем оценки, у нас единственный характерный масштаб длины, это складывается с характерного масштаба скорости, скорость света и плазмной частоты. Это будет масштаб времени обратный. Вот, формула для плазмной частоты считаем известна. Вот, и тогда мы можем оценить величину заряда электрона на характерные поля. Вот мы получаем, что характерные масштабы, это у нас один электрон вольт на сантиметр, по-моему, же находится плотность. Если у нас плотность, допустим, 10-18, какая-то газовая, допустим, плазма была, то мы уже получаем один террорий электрон вольт на 10 метров. Вот, если вернуться на предыдущий слайд, здесь на террорий электрон вольт нам надо было 100 километров. То есть, я думаю, уже преимущество очевидное. Доказательство, чтобы не быть голословно, тот самый популярный слайд, наверное, когда начинают говорить о лазерном ускорении частиц, это подборка обложек самых известных журналов, наверное, по физике, в которых, грубо говоря, обложка была посвящена в крас-лазерном ускорении частиц, то есть, нейч, сантифико-американ и физра-флэдерс. Так что, нужно верить не только на слово. Область, она, в принципе, может сказать, достаточно молодая, уже лет 10, наверное, 20, она активно развивается. На данный момент, какие есть успехи? Это вот экспериментальные спектры частиц ускоренных. Значит, это пока результаты для электронов. Ну, вот здесь вот, если интересно, прочитаю, что тут есть. Просто параметры плазм даны, мощность лазера. Опять же, сразу скажу, что лазера здесь не таких уж гигантских каких-то интенсивностей. Вот получены электроны с максимальной энергией 1 Г. На масштабе здесь получается 300 микрометров. Струбил плазменный канал образованный, и по нему прошел интенсивность плазменный. И вот в ходе такого взаимодействия электроны были ускорены 0,3 мм. Получается энергия 1 Г. Ну, это все хорошо, конечно, выглядит, но здесь есть, примитно к электронам, есть следующая проблема, что, допустим, такую хорошую ускоряющую структуру мы создали, но встает вопрос, а как, собственно, эта частица запихнуть? То есть вот эти вот электроны плазменной волны, они, как бы, с самой волной, волна движется, как-то там электроны колеблются, плазма самой, но при этом средние представляются нулю равны. Поэтому никого скорее эффективно не будет. То есть нам как-то надо посадить туда частицу извне. Это вот называется проблема инжекции. Вот это одно из, наверное, эффективных, неэффективных, а интересных полей для исследований. Есть разные механизмы. Есть, например, такие механизмы, когда из зонов плазмы после прохождения лазерного импульса образуются электроны в ходе ионизации атомов, плазм образуются ионы, а вот эти электронные ионизации, они уже закладываются волной и дальше ускоряются. Вот. И еще одна из таких, наверное, важных проблем – это формирование длинных плазменных каналов. То есть, допустим, 300 микрометров мы сделали канал. Ускорение действительно эффективное. Нам хотелось бы энергии больше, больше, тогда нам надо плазму делать гораздо длиннее. Там возникает проблема, что плазму можно создать, но там лазерный импульс уже начинает распозироваться, фокусировка происходит, и такая вот идеальная картина уже пропадает, естественно. Это вот, скажем так, перспективное направление для исследований в поле электронов. Теперь переходим к ионам, чем я и занимаюсь. Здесь ситуация не такая красочная, можно сказать. Значит, в 2000 году были получены протоны параметра лазера. Здесь вот 100 микронная, грубо говоря, полиэтиленовая фольга была. Ну, почти что-то предотельная плотность, еще в среднем между газом и предотельным лазером. В принципе, достаточно умеренная на данный момент мощность. Длительность не такая уж короткая. Ну, да, достаточно длинный импульс. То есть вот получили протоны с энергией 58 мэр. Сразу скажу, что, естественно, масштабы энергии совсем другие. Не так же с электронами. Вот. Самый последний результат, вот, он, его даже не разрешили публиковать. Потому что на той же установке в Ливер-Море, вот, чуть-чуть поменьше мощность была, вот, интенсивность примерно такая же, они смогли получить 67 мэр. Это эксперимент 2009 года. Почему публиковать не разрешили? Потому что прошло 9 лет, а энергия всего лишь изменилась на 9 мэр. То есть, по-моему, в год, ну, сказали, что, ребят, ваш результат не тянет нам. Кстати, допустим, уровень P-Ray, ну, поэтому он только существует в докладах на конференции. Вот. Это вот и есть один из основных, одна из основных проблем. То есть, не существует прогресса максимальной энергии, увеличение ее. Вот. И, собственно, интересно развивать эту область. То есть, какие новые мишени придумывались, какие-то новые механизмы, может быть, открывать. Естественно, один из путей – это просто повышение лазерной интенсивности, но она идет своим чередом, повышается тоже не особо-то быстрыми темпами. Вот. Поэтому встает вопрос больше как-то, наверное, с мишенями работать, то есть, какие мишени создавать. Ну, а лазеры будут своим путем как-то усовершенствоваться. Вот. Ну, это так интересный слайд, чтобы не быть оторванным от реальности. Это одно из, как мне кажется, достаточно достойных применений ускоренных частиц – это протонная терапия. Значит, суть заключается в том, что когда в теле человека находится опухоль, ее как-то надо удалить. Можно, конечно, делать хирургически, но не всегда это возможно, потому что опухоль, например, может быть в мозгу, там, где-то за глазом. То есть, хирургическое вмешательство не особо-то предрестовывается. Вот. И давно уже придумали метод – это вот потомная терапия. Ну, просто лечение-облучение фактически. Вот. Но основное дело заключается в том, что там вот снимки, как высаживается энергия при облучении фотонами и вот заряженными частицами. Фотоны, видно, что они засвечивают круглой всю область, где находится опухоль, до нее, после. В общем, все в поплощении. А применительно к заряженным частицам еще в 1903 году вот эта вот так называемая кривая прега, она показывает, как энергия теряется заряженными частицами при прохождении по материалу. Здесь вот видно, что вот, допустим, рентген как бы саживается, как вот нейтронная терапия работает. А с заряженными частицами есть большой плюс, что образуется так называемый пик прега. И он зависит просто от… его положение по глубине, оно просто зависит от энергии частиц пучки. Соответственно, подбирая эту энергию, мы можем этот пик высадить там фактически точно на опухоли, и, соответственно, здоровые ткани будут не задены. Ну, вот, примерно спектр представлен. Ну, вот это левая, как они высаживаются. Вот. Единственная проблема для ускорителей, скажем так, это то, что такое применение, оно очень требовательное. То есть, во-первых, требуется высокое повторение, желательно, для таких вот пучков, для генерации. Разбросок спектральный должен быть меньше там 1% от максимальной энергии. И сама максимальная энергия должна быть вот приведена, то есть, для протонов 200-250 мэр, для углерода 300-350 мэр фонум-угло. Энергии самого углерода будет больше 6 раз. Вот. Ну, и там, получается, указаны диапазоны энергии, они фактически хватают, чтобы вот так вот глубину засвета подобрать там, ну, от края, другого говоря, верхнего до нижнего. Вообще, протонотерапия она сейчас используется, в Германии. У нас, по-моему, тоже чуть-чуть. Но там, как источник протонов, используют синхотрон. Соответственно, конструкция-то все гигантская достаточно получается. В Германии есть одна установка для протонотерапии. Она заслужила статус самой большой медицинской установки в мире. Потому что там находится синхотрон, немаленький достаточно. Вот. чтобы завести пучок под каким-то углом правильным, чтобы не пациента ворочать, потому что они не всегда этого на этом хотят и тяжело. Вот. Там огромные такие конструкции, которые с магнитами не вращают этот пучок. Все это гигантских размеров достигает. Если бы вот как-то получилось компактные источники использовать, было бы очень хорошо. Но, опять же говорю, область такая очень требовательная и пока, наверное, в ближайшее время это тяжело прогнозировать, что она будет, не знаю, 5-10 лет достигнут, кто знает. Вот. Это просто иллюстрация прикладной уже физики, причем получается даже физика на стыке с экспериментами теоретических и еще и медицинной нагрузки. Вот самое смешное на таких вот установках в медицинском центре работают примерно там 40 физиков и 5 врачей всего. То есть врачи там не особо-то нужно, они просто подбирают нужную дозу, а вот уже регулировка это уже дело физики. Вот. Ну, теперь более подробно об ускорении ионов. Значит, существует несколько механизмов, которые описывают ускорение ионов. Значит, первое это клазонетральный разведплазмный вакуум, когда у вас просто есть плазменный сгусток какой-то, он находится в вакууме. Просто под собственным давлением он будет как-то расширяться. В ходе этого расширения, естественно, ионы будут ускоряться. Вот. Также можно сорвать какие-то ударные волны, которые будут там, скачки ионной плотности, которые действительно будут двигаться, и ионы тоже будут ускоряться. Вот. Но это все, скажем так, достаточно старый механизм, они уже давным-давно были исследованы, еще в годах семидесятых. Вот. Относительно новое, это вот один из которых я не хотел переводить, но вообще это ускорение электронов, какая-то оболочка и ускорение происходит по нормальной мишени. Значит, в чем его суть? Вот здесь картинка схематичная приведена. Значит, здесь есть тяжелая, фольга из тяжелого металла, вот здесь вот из титана. На ней вот здесь небольшая таблетка, расположена из обогащенной протонами, скажем так. После того, как лазерный импульс падает на фольгу, естественно, первыми реагируют на лазерный импульс электроны, начинает на том поле двигаться, начинает нагреваться. Вследствие нагрева, они, если фольга достаточно тонкая, они толстые, они просто вылетают из нее, и какое-то распределение стационарно устанавливается. И вот это распределение, оно зависит, естественно, от температуры электронов, чем он, можно сказать, больше не сказать. И вот, так как электроны вылетели, а ионы еще остались здесь, в принципе, вот с чашных лазерных импульсов просто не хватает, чтобы непосредственно ускорять ионы. Поэтому электроны у нас из фольги вылетели и образуются здесь избыток положительный заряд, здесь избыток отрицательный, и, собственно, раз из потенциала, то вот по нормальному решению образуется ускоряющее поле. Вот в этом поле уже и ускоряются легкие ионы, конкретно протоны. А титановая фольгана, для чего нужна? Она, как бы с большим зарядом, она служит источником для, собственно, электронов, которые возникают при реализации, а из-за того, что большой заряд, возникают достаточно сильные поля именно. Потому что, допустим, здесь, на инкульсах, там, допустим, плюс 20, там, минус 20, то есть, вот именно тяжелые ионы, они служат как бы источником ускоряющих полей, в которых уже легкие будут более эффективно ускоряться. Вот. Как предельный случай этого механизма, из-за механизма полуонского взрыва, он относится к случаю, когда электроны считаются формально нагретыми до бесконечной температуры. То есть, после проходения импульса они приобретают такие большие энергии, что их распределение по пространству может быть фактически нулевым. То есть, характерные размеры это дебайский радиус электронной плазмы, там температура стоит в числителе под корнем, вот получается бесконечная температура и бесконечный дебайский радиус. То есть, электронов, можно сказать, нет. Когда у нас возникает чисто нескомпенсированный положительный заряд диодов, потому что тяжелых, что легких, я их уже просто собственным клоновским масшталом начинает разлетаться. Такой механизм, он реализуется, но является, можно сказать, неупредельным. Он реализуется для случаев, когда есть маленькие кластеры, какие-то нано-размерные, с них удается эффективно удалить электроны, вот. Получается, в случае приближенных к клоновскому музылю. Вот этот механизм, он более распространен для вот таких вот, первым как, более умеренных интенсивности лазерных, когда вот энергии лазерных не хватает, чтобы электроны эффективно удалять. И еще два механизма, это, они более такие, на будущее рассчитаны, значит, пятые, это вот давление светом, когда ионы, они просто ускоряются, как называемые, под ромоторной силой. Она возникает, в принципе, заранее Максвеллоу, честно. это просто будет градиент интенсивности. То есть, когда у вас, допустим, если интенсивность лазерная по времени, допустим, Гаусса, нет формы, то вот здесь вот, на этом пике, вот эта сила, кондроматорная, она пропорциональна градиенту интенсивности. То есть, вот здесь вот, до частицы, находящейся, на переднем, коррадок, кондроматорная сила, она действует вперед, естественно, назад действует. Вот. Также эта сила есть еще и в поперечном направлении, потому что газ, пучок, он может быть, как по времени, так и по цилиндрических карнатах, по радиусу. Вот. Но, электроны, кстати, они вот так прекрасно ускоряются, кондроматорная сила, ну, еще называют давление света. Вот. А для ионов, пока интенсивности максимальных недостаточно, и это надо немножко подождать, наверное. Вот. И также есть еще прямое ускорение у нас, это просто, когда в лазерном поле будут достаточно большие интенсивности, и поля сгорят, что просто сами ионы будут уже в лазерном поле ускоряться. Вот. Но для них нужной интенсивности пока еще недостижимы, будет порядка. Вот. Вот. Вот такой вот краткий обзор. Теперь, наверное, я расскажу про свою задачу уже решенную. Значит, она относилась к механизму колонновского взрыва. Вот. Она уже решена. Значит, а, ну, что еще хотел сказать, что, если в случае кластеров сферических получается действительно удалить с электроны, просто издувать лазерным импусом, тоже кандоматор на силу, то если рассматривать, например, фольги, установку фольгу, то она получается в фокальном предметке, с лазером все равно не получится, допустим, такие гигантские интенсивности, не получится делать сантиметров, допустим, в круг радиусом сантиметров. Как раз такие большие интенсивности, они получаются из-за того, что энергии лазеров, которые нужно в импульс в один засадить, они достаточно слабо менялись со временем, а как раз прогресс возникал в том, что при постоянной энергии импульса удавалось достаточно прилично уменьшать его длительность, то есть тогда росла мощность энергии, деленная на время импульса, а также очень хорошо она учили сфокусировать. Сейчас, например, для лазеров, длиной волны один микрометр, допустим, удается сфокусировать в пятно в разусе 2-4 микрометра, то есть уже масштабы длиной волны это уже сильные, нелинейные эффекты начинаются. Из-за того, что пятно фокусировки маленькая, такая интенсивность, энергия, деленная на время и на характерную площадку, они получаются очень высокие. Так вот, в случае фольги, вот у нас есть какое-то фокальное пятно, оно возникает за форму импульса, а вот в этом фокальном пятно действительно получается хорошо очень удалить электроны, но чистого колонского взрыва не получается, потому что просто в эту область с избыточным положительным зарядом начинают затекать электроны с поперечным направлением. Картина, естественно, портится, поэтому для фольги говорить о чистом колонском взрыве конечно не приходится. Надо делать какие-то оговорки. Моя задача, она касалась конкретно изучения ускорения легких ионов из двухкомпонентных мишени. Двухкомпонентные уже объяснял, да, то есть есть тяжелые ионы и легкие. Тяжелые являются как бы основным источником ускоряющих полей, а легкие просто в этих полях уже ускоряются. Вот. Значит, была фольга правдотельной плотности с двумя компонентами. И задача была одномерная, потому что, естественно, пытаться там монетически решить трехмерную задачу с достаточно сложной конфигурацией полей, тем более самосогласованной, потому что у нас считается, что лазерный импульс он пришел, нагрел электроны до какой-то температуры, в данном случае до бесконечной, потому что модель полноцкого взрыва. Вот. Электронов нет, потом он начинает развитаться, и сами поля еще зависят от их движения, но, в общем, задача самосогласованная достаточно сложная. Поэтому было использовано одномерное приближение, в численном моделировании было показано, что это справедливо, что разлет действительно является одномерным на расстояниях примерно по порядку совпадающим с радиусом пятнофокусировки. Вначале у нас лазер был сфокусирован в какое-то пятно, пока ионы достаточно далеко на самом деле отлетели, они еще летят только в одном направлении с совпадающим с падением лазера, а потом они уже начинают распихиваться собственным полем, уже в поперечном направлении, естественно, характеристики улучшаются, но пока что говорим об одномерной задаче. Также есть соответствующие условия на пренебрежение затеканием электронов в пакальную плотность, плоскость. Теперь ближе, наверное, к модели. Установка, надеюсь, примерно понятно. Еще раз, фольга с двумя ионами, с двумя сортами ионов, тяжелыми, легкими. Условия клоунского взрыва, как я уже говорил, что дебаевская длина электронов намного больше характерна по размеру фольги. Возникает такое вот условие на безразмерную интенсивность лазерной инкуса. Ясно, что видна модельность этого приближения, что чем больше интенсивность лазерной лазерной, тем мы ближе, тем нам лучше. После обезразмеривания у нас остается два управляющих параметра основных. Первый это зарядово-массовое отношение двух сортов ионов. В сравнении движения видно, что когда какой-то ион заряженный двигается в электрическом поле, то в правой части, где стоит сила, останется только комбинация зарядов, деленная на массу этого иона. Отдельно зарядов массы никогда на устре не влияют, влияют около ион. Здесь просто комбинация тяжелого острова и легких ион. И так же это достаточно существенный параметр, внимание было уделено ион, это ношение заряда примесных ионов тяжелых. У нас считается, что после прохождения лазерного импульса все ионы были изобраны, до соответствующих зарядах, это зависит от интенсивности, электроны были удалены и вот тот полный заряд, который у нас положительно остался, он состоит из заряда тяжелых ионов У1 и У0 заряд легких. Ясно, что в предельный случай этого параметра 0,1 это соответственно либо фольга только из легких ионов, либо фольга только из тяжелых. Я не приводил картинки, но уже неоднократно было показано и в экспериментах, и теоретически в моделировании, что именно двукомпонентные мишени, будь то газовые или твердотельные либо жидкие, они раздают моноэнергетический кучок через кучок всякого выраженного гиба в зависимости числа частиц от интервала, где они расположены. Именно вот такие кучки нас интересуют, то есть просто как-то там ускоренные со спадающим спектром с так называемым тепловым, они для экспериментов особо не интересны, потому что большая часть частиц не будут двигаться с малыми энергиями. И вот, кстати, касательно, допустим, протонной терапии, там вот было требование, что спектральная ширина кучка энергетического должна быть очень маленькой, порядка процентов. Собственно, моя задача заключалась в изучении влияния таких двух параметров на характеристики итоговых бышков. Также стоял вопрос о структурировании мишени. Очень популярная идея заключается в том, что мы берем тяжелый воздух визуанную и на него напыляем на тыльные стороны справа или слева относительно падения импульса, потому что уловно-скоро-сталкивание у нас на фальгу, после походения импульса, мы будем действовать в обе стороны одинаково, и разлет будет симметричен. Так вот, есть одно предложение, что можно просто на края, как напылить легкие ионы. Мотивация такая, что, получается, если у нас есть заряженный слой какой-то, если мы и полим, его растет, если это плоская задача, вот так, что он вначале линейно растет, потом уходит на констант. Есть консервистические задачи, то, естественно, у нас падает в это состояние. Мотивация следующая, что раз здесь у нас максимум полим, давайте мы сюда иначально так легкие ионы поместим. тонким слоем. Хорошая идея, но тут возникает сложность, что практически такие мишени достаточно сложно изготовить. Если вы помните, там речь идет о размерах, хотелось бы, порядок, допустим, 100 нанометров или еще меньше. То есть напылить там слой из атомов изначально, толщиной несколько атомных слоев, достаточно сложная задача. И второй тип мишени достаточно простой, это просто однородные мишени. Допустим, полиэтилен взять, у него гаирод, тяжелый он в принципе, и ударов. Они однородно будут как-то распределены, потому что химические седнили плотность постоянная составляющая частица. И вот достаточно интересные вопросы, какие все-таки замешения лучше для практических применений. Ну, теперь немножко формулы. Значит, вообще задача, естественно, задача из генетики, плазма, но в данном случае она упрощается, и фактически нам нужно решить только два уравнения движения. Обычно уравнение ньютона, но вся проблема в том, что поля будут самосогласованы. Это вот приводится к тому, например, что уравнение движения на легкие ионы оно содержит проинтегрированную плотность тяжелых ионов, а уравнение движения на тяжелых ионов оно содержит плотность легких ионов. С учетом того, что плотности так вот сложно зависит от координат, получается достаточно сложное уравнение, которое аналитически, в чистом виде, оно не решается. Ну, сейчас я скажу некоторое приближение, которое было сделано. Но здесь фактически движение каждого сорта ионов задача вообще решается в ограживых переменных. То есть у нас есть какой-то непрерывный слой плазмы вначале. Вот он начинает сюда вот двигаться. Мы берем фактически кидаем вот так вот частицы. Раз, два, три, четыре. Они как-то двигаются. Мы по их движению потом фактически интерполируем вот как-то характеристиками мы получаем информацию движения слоя в целом. Но это, я думаю, вам известно, для динамики это вот обычный метод частиц либо переход в лагранжевые координаты. Кому посмотреть. Вот. Вот эти вот пробные частицы, мы за ними наблюдаем. и понятно, что движение каждого сорта входит как действие противоположного сорта, так и действие сорта. Вот. Так как задача у нас одномерная и поля у нас, как я рисовал, вначале растут, потом выходят на константу, то никакого перемешивания там не будет. допустим, чтобы вот эта частица обогнала впереди идущую, такого нет. Потому что они изначально уже находятся в таком-то растущем поле и обогнать они просто не все. Вот. допустим, на легкие она действует тяжелая и действует со стороны своих же соседей. Но соседи только слева поделывают. Потому что, как известно, заряженный слой внутрь себя не действует. Просто из симметрии задачи. Вот. Вот. Это вот остановка, уравнение основное сформулировано. Вот. Теперь проб, используем это приближение. Значит, вначале было товарища задача в пренебрежении собственным полем легких ионов. То есть, считалось, что у нас есть огромное скопление тяжелых ионов и в него как-то там скоплениями были добавлены легкие. Но их очень мало, поэтому действия можно пренебречь как на движение легких ионов, так и на движение тяжелых. Вообще, я сразу скажу, что вот этот вот параметр РО это как бы есть фактически зарядовая концентрация примесных ионов. И они, в принципе, во всех практических задачах, они, правда, максимум процентов 10, но может быть 20, не больше. Потому что как раз действия вот этих полей расталкивания очень сильно ухудшаются характеристиками. Представьте, у вас есть какое-то стационарное поле тяжелых ионов, мы сюда кидаем его. Он начале ускоряется, с растущим полем постоянно, просто постоянным ускорением двигается. Все хорошо, и как раз в рамках этой задачи показано, что образуются очень хорошие спектры, моноэнергетические. Но проблема заключается в том, что когда он летит, ниже летит несколько, и вот они допустим в кучки летят вместе, и вот они начинают еще друг с другом расталкиваться. И как раз вот этот вот разброс по энергиям, который будет увеличиваться, на него как раз собственное поле влияет. И это одна из существенных характеристик, сколько именно надо взять желательно легких ионов, чтобы с одной стороны они же опять же чуть-чуть подускоряют себя, что это, что это, что это. С другой стороны не улучшается. надо найти какой-то баланс попытаться между вот этими двумя эффектами конкурирующими. Но вначале была решена задача без учета собственного поля. Просто посмотреть, что действительно энергетические пучки образуются. Область имеет право на жизнь. Следующее приближение это приближение для малых зарядов примеси. Как я уже сказал, ее концентрация выше, там, хватает уже 10%. Тогда правомерно будет пренебрежь 10-ти нейротичным слагаемым по заряду примеси. А для движения тяжелых ионов выбросить действия легких на них. С чем это связано? Смотрите, помните, параметр днем есть зарядово-массовое отношение. Просто показывает, насколько в тех же полях легкий он сгорается эффективно тяжелым. Потому что там зарядово-массовое отношение стоят. не 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 а если мы возьмем водород, у него единица. Если возьмем углерод, у него будет очистить двойка. Допустим, фольги с полиэтиленом двойка. У нас получается поле одно и то же. То есть сила Лоренса будет на Z, E, на E. Она получается для углерода в 6 раз больше, а для водорода единица. Углерод в 12 раз тяжелее. Поэтому уравнение движения будет не так эффективнее. Как раз эта разница в темпах ускорения позволяет делать эти приближения. То есть у нас получается, что у нас есть сгусток тяжелых ионов, он начинает как-то разлетаться под действием собственно колонского поля. В нем же параллельно начинают ускоряться легкие ионы. В этом же поле, которое образует тяжелые сгустки. Но легкие ионы ускоряются эффективнее. Поэтому постепенно расширяющимся тяжелым острым, а легкие уже они будут где-то например. Вот из-за этого как раз фактор нер. Двойка предельно он где-то семерку достигает. Все-таки не позволяет природу бесконечно увеличить, потому что с ростом заряда допустим тяжелый из-за того просвета его массы. Двойка кстати один из самых популярных для третьей таблицы Менделеева он всегда будет реализовываться. Получается что в разлетающемся тяжелом остром у нас постепенно остается меньше и меньше легких ионов значит меньше их плотность значит меньше действия легких ионов на взлетающих тяжелых. Поэтому можно выкинуть это действие легких ионов на тяжелых. Ну и последнее приближение приближением не является уже там была решена вся задача честная но чистая. Ну теперь я раз у нас семинар образовательный я хотел бы становиться еще на некоторых образовательных аспектах ну это скажем так мой совет для вас на что все это обратить внимание потому что когда я был студентом естественно мне ничего случиться не хотелось все воспринималось еще так с силой с усилием с каким-то сейчас это все очень сильно пригождается поэтому я хотел бы просто указать на некоторые аспекты которые желательно обратить внимание при обучении но касательно только моей области потому что допустим с теорией поля связано кинетику нахер не нужна но тем не менее пожалуйста при желании повышенное внимание на кинетику динамику может быть ретическую динамику потому что в этой области встречаются очень часто фактически они ее и описывают значит следующий аспект который необходимо знать это естественно аналитические какие-то вычисления но и теория возмущения как он показывал одно приближение оно было линейное по собственному заряду примеси уже есть теория возмущения надо знать как с ним что же с ней делать все остальное касается численных методов сразу чуть-чуть предупредить что сейчас наверное чисто аналитик ну не знаю из моей группы из 12 человек один занимался чисто аналитик но хотя ему приходилось уравнение чисто решать корень но у него была чистая аналитика остальные как или иначе связаны с численным счетом поэтому естественно понадобится чисто находение корней уравнений интерполяции безусловно уже посложнее численное решение системы дифференциальных уравнений потому что у меня последнее приближение там два уравнения зацепляющие численных надо решать также численное интегрирование необходимо у меня допустим взять интегралов и кутностей ионов чтобы определить согласованные поля ну как база фартран естественно но тем как будет связано с численными кодами там они как правило пишутся либо вноси либо вноси плюс-плюс сразу скажу что есть некоторые преимущества перед фартраном но это уже детали также не знаю мое личное мнение что математику узнать сказать фартран из опыта скажу что аналитик заменяет все то есть и мы и матлак вместе взяты и фартран в том числе в основном можно много сделать того что в другой ситуации вам понадобится три программы вот ну уже вещи посложнее но с которыми потом уже столкнуться это метод ньютон для систем фактически он есть метод нахождения корней уравнения есть метод ньютона его можно расширить на систему циклярческих уравнений вот ну еще один полезный метод это метод прогонки вы наверно знаете метод прогонки для решения дифоров когда вы подбираете какой-то параметр простреливаете все возвращаетесь назад и смотрите у вас фактически получается какое-то уравнение над этот ваш параметр вы смотрите что там решение достаточно хорошо сошли с граничными устроями вот еще есть метод прогонки для матричных уравнений когда у вас есть эта матрица она нужна на столбе с равеном столбцу вот при отдельных видах этой матрицы есть такой метод специфический вид допустим все нули кроме каких-то околодиагоналит то есть главная диагональ диагональ возле него будут тоже не нули вот тогда этот метод прогонки позволяет вам не решать матричное уравнение там у него будет n квадрат операция где она размеров с матриц позволяет сделать допустим 3 n операции что конечно меньше но это так образовательные моменты но поближе к моей задаче что я рассматриваю это интересует нас максимальная энергия пучков ионов их полная спектральная ширина ну а также естественно хороший вопрос это число частиц собственно которые мы смогли ускорить у нас может быть условно такой спектр спектр спектральное 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 что это такое это это дн сподается на число на тенге практически если вы хотите узнать сколько частиц содержится в каком-то данном диапазоне энергии вы просто уберете и по этому диапазону энергии интегрировать спектральное распределение ну вот так глупо но вот эту функцию она всех интересует и экспериментаторы именно ее имеют фактически если дифференциальная форма перейти с дельтами допустим это просто дельта н на дельта эй то есть сколько частиц содержится наперед заданным спектральным диапазоном она может быть в виде гистограмма в этом диапазоне просто сколько частиц содержится 10% первоначально или больше ну и вот допустим мы говорим мы умеем получать хорошую кучу частиц хорошую это что это вот такие вот пики должны быть не надо их путать только с выроговскими пиками потому что совсем другое что нам говорили что в каком-то узком диапазоне у нас содержится достаточно много частиц вот это есть пример хорошего моно-регетического аспекта а с другой стороны у нас может быть спектр он моно-регетический не то что много потому что этот разброс достаточно моно-регетический моно-одна частицы двигаются примерно с одной энергии а вот как раз спектр может быть вот таким с высоким пипом может быть с таким в принципе вот что это не моно-регетический но действительно есть есть двигаться очень близким именно только смысл ускоряя допустим один процент первоначального числа ионов пусть даже с хорошим энергией но он практически не очень цель будет допустим здесь такой пик невысокий здесь вот такой то есть и частицы они двигаются с каким-то маленьким именем он никому не нужен поэтому число частиц оно очень интересно кстати в медицинских примерах там тоже есть определенные ограничения на число частиц но также есть параметры уже ближе к практике гораздо это пространственная направленность допустим есть фольга импульс действия допустим могут разлететься не знаю тоже особо никому не интересно чтобы они как-то летели в какой-то конус но такие вопросы я уже не могу просто в рамках одномерной модели рассмотреть как они там будут потом разлетаться в цилиндрической симметрии тоже надо будет усложнять модель либо поменять моделировать кстати что еще хочу сказать естественно задача сложная у вас получается лазерное поле причем лазерное поле острофокусированное там сильный нелинейный эффект возникает у вас это все действует на плазму в плазме у вас самосогласованные поля получается движение частиц в собственном поле плазмы в поле лазера там куча интересных эффектов но сами задачи сложные тем не менее есть коды которые это все решают вот если у кого кинетика была проявление вас его слышит вот столкновительно у кинетического уравнения есть частицы есть поля поля какие-то самосогласованные то есть как они меняются с движением частиц есть достаточно большое количество кодов числых которые это все решают ну проблема заключается в том что если взять трехмерную расчетную область причем с достаточно хорошим разрешением чтобы встретить какие-то тонкие эффекты поле меняется в узких областях то высокие мощности потребуются достаточно существенно то есть допустим потом я буду вам показывать некоторые картинки там один расчет может сутки а нам допустим вот задача стоит у нас есть два управляющих параметра заряд примеси и тематические параметры вот приходит эксперимент простой вопрос скажите мне какую мне фольгу сделать допустим сейчас хорошо я посчитаю и начинаете вот всю сетку по параметрам начинаете все просчитывать допустим 10 точек здесь 10 точек там 100 расчетов каждой сутки занимает ну 3 месяца вот поэтому чистым счетом можно заниматься но желательно прежде чем его делать иметь какие-то хотя бы направляющие для ориентиры что мы вообще ищем и есть ли что-то что мы вообще можем найти для этого теория собственно нужна поэтому вы на кайферы пришли вот значит модель построена можно сказать уже была вот теперь эту модель мы будем использовать ну кстати не я автор модели я просто ее применил конкретно для этого случая так как клонский взрыв он уже достаточно давно известен вот для этой задачи я его применил вот значит что нам интересно как я уже говорил это разные типы мишени можно делать можно мучиться со слоистыми мишенями каким-то там наноструктурированным заниматься конечно вам это деньги потому что технологиями занимается вот но можете проиграть других параметров поэтому интересен вопрос сравнения напыленных мишеней вот народных когда просто плотность у них постоянная по объему вот ну и так же всякие слоистые возвращение морское когда в тяжелый ионный остров вообще вначале это просто атом ионы не останавливаются после действия пульса когда допустим в слой тяжелых атомов внедряют легкие но не на край а куда-то на крутую глубину тоже такие технологии есть и интересно может какие-то такие вот слоистые мишени дадут нам очень хорошие появления там основная мотивация какая что если вот изначально ионным слоем каким-то располагались значит они пространство локализованы значит они находились вблизи все они друг рядом с другом значит скорящие поляры будут примерно одинаковы значит они в процессе ускорения будут набирать проходить через области примерно с одним и тем же полем набирать примерно дни те же энергии т.е. кучок изначально будет моноэнергетическим но проблема другая что много частиста не засадишь. Есть предел какой-то твердотельной плотности, допустим. То есть, если мы, допустим, возьмем фольгу, вот у нас тяжелую, допустим, мы сделаем вот такой вот тонкий слой из ионов, пусть даже заглубили, пусть они у нас все ускорились с какой-то там энергией, да, максимальной. А теперь мы возьмем такую же фольгу тоже максимально, размажем легкий ион. И у нас получится, допустим, здесь соотношение толщины в 10 раз больше будет. Соответственно, изначально частиц больше 10 раз. Если мы из однородной фольги сможем в какой-то спектральный липозон, допустим, хотя бы 30% получить, то уже мы в 3 раза больше получим заданной спектральной ширине частиц, чем вот из этого слоистого распределения, а причем еще лучше всего дела. А по факту, получается, может, как я и говорил, с высотой пиков может быть выставлено. Поэтому вопрос интересный, сравнить эти типы распределения. И экспериментальный он тоже важен. Ну, теперь вот несколько спектров, наконец-таки. Значит, это примеры, не помню, по теории замущений, нет, это, по-моему, чисто на счет. Значит, здесь вот три типа мишени рассмотрены. Это однородное, вот этот внедренный слой и наполеон. Красный – это, грубо говоря, плотность. Легких ионов – серые, это тяжелые ионы. В принципе, их структурированным заниматься ни к чему. Они всегда присутствуют просто как фон постоянно. Сразу что хочу сказать, что вот то приближение, которое я показывал, второе, по заряду привязь из-за того, что он маленький, хотелось бы все-таки культуре возмущения получить в честь действия собственного поля, именно в линейном приближении вообще получить энергетические формулы. Вот это удается. Более того, точность, то есть, восхождение с честным-чистым счетом, они, допустим, для, допустим, концентрации, там, превосходных ионов, где-то по 20%, точность теории измещений – процентов 10-15. То есть, очень удовлетворительно. А в области таких, ну, действительно реальных плотностей примите, она еще больше. То есть, в принципе, здесь удалось построить аналитическую, достаточно простую теорию, но достаточно точную. Вот. И здесь вот показаны спектры. Значит, зеленый – это однородный, красный – это вот такой внедренный слой, и напыленный – это вот синий. Значит, что здесь видно, во-первых, что у однородных, естественно, у них спектр шире, и формально он получается бесконечный на правой границе. Поэтому, если бы кто-то слышал, популярное определение полной ширины на полувысоте здесь сегодня нет, потому что высота у нас бесконечна. Ну, поэтому вот… Ну, опять же, естественно, сингулярность, она чисто математическая. То есть, в реальной жизни у них, конечно же, нет. Ну, поэтому будем, допустим, интересоваться однопроцентным разгросом. Вот максимальная энергия, которая как раз вот требует практически приложение. А, ну вот, энергия, кстати, вот они все написаны. Ну, порядка 150 метров. Расставление здесь несущественное. Вот. И вот эти энергии, они являются некоторым ориентиром. То есть, вот они параметры фольги приведены. То есть, предотеянная плотность. Фольга достаточно тонкая, 100 нанометров, то есть, она десятая микрона. Вот. И все эти характеристики, вот 100 норфоника, например, 150, они даны после того, как ионы разлетелись и отлетели на расстоянии один микрометр. Это как раз вот радиус пятна фокусировки. То есть, в принципе, чтобы практически это все получить, нам просто надо создать плазер с такой хорошей интенсивностью, чтобы у нас сдуло все электроны. Вот. Создать такую фольгу это уже не так сложно будет. Вот. И примерно такой диапазон энергии будет достижен. Ну, пока что эксперименты остаются очень сильно. Вот. Ну и плюс я там еще очень много эффектов не озвучил, которые отдаляют вот эту модель идеализированную жизнь. Потому что есть еще такой понятий сприт-импульс. У лазера, что у вас максимальная интенсивность есть, а перед ней еще какой-то участок, достаточно длинный по времени идет, тоже уже с внимательной интенсивностью, которая сам начинает уже фольгу переводить в плазму, сам начинает ее как-то ускорять. И когда приходит основной такой гигантский импульс с пиковой интенсивностью, у вас уже от фольги может ничего не остаться, там какая-то каша будет из нее. Либо она вообще уже улетит куда-то, либо разлетится. Вот. Эти все эффекты, конечно же, желательно учитывать. И они уже как раз могут быть учтены и численно моделированы. Опять же, ему нужна какая-то поддержка со стороны теории. А вот. Но вот они несколько картинов будут сейчас из вот как раз трехмерного моделирования. Аббревиатура ПИК – это патик ЛНСЛ, это частица ячейки. Это один из таких эффективных методов для решения задачи кинетики, когда рассматривается движение не каких-то точечных частиц. Потому что численно сказать, что такой точечной частиц нельзя. Там есть такие достаточно большие частицы, махра даже получается, частицы. Плазмы, которые вот как-то в полях летают. Они же нужны для пересчета полей, которые сами образуют. Вот. Вот. Есть в нашем распоряжении код. Мы про дният моделирование проводил. Вот. Мандор называется. Вот. С помощью него было проведено моделирование. Вот такие вот параметры импульса. Вот. Но вот. Это вот, например, временная развертка импульса лазерного. Вот у вас пиковая интенсивность. Вот. Его идеальная форма. Это гауссов пучок. Вот. В жизни, как правило, есть еще вот такой вот предынкурс. Ну. Причем, если здесь, допустим, 10-22. Вот. Есть такое понятие, как контраст. Это вот высота вот этого предынкурса, высота вот в высоте пика. Вот идеальный контраст сейчас, по-моему, 10 в 11. Это самый такой максимально достижимый. Вот. Но пусть он будет 10 в 9, тогда это будет интенсивность 10 в 13. 20 квадратных сантиметров у предынкурса. А пород образования плазм это где-то 10 в 11, 10 в 12. То есть у вас, допустим, идет основной короткий предынкурс импульс. А до этого уже фольгу ионизует, начинает на плазму действовать очень длинный предынкурс. Естественно, задача от того, что я рассматриваю, будет очень сильно отличаться. Вот. Но это просто вот, я говорю, что моделирование тоже еще далеки от реальности. Вот. И это вот поперечное распределение интенсивности. То есть у вас импульс падает, допустим, вдоль СССР. Вот это вот радиус цилиндрических коагнатов. То есть интенсивность она еще спадает от оси. Спадает данное моделирование было принято то же, что на Гаусс. Видите? Вот. Вот. Ну, кулонский взрыв. Вот этот вот параметр. Безразмерная амплитуда, влазерная в СССР. Восемьдесят пять. Для таких параметров филм плюс. А, ну еще скажу. Безразмерная амплитуда, когда она равна единице, она выбрана так, что она равна единице, тогда энергия движения электрона в поле такой интенсивности она примерно равна энергии по ходу. Поэтому, когда а равно единице, эта фактически прилетевистская интенсивность. Когда а намного больше единице, это прилетевистская интенсивность называют. Когда а морщик, это ноябль. Ну и вот оно условие. То есть у нас в моей модели, как кулонский взрыв должно быть, А намного больше такого параметра. Но здесь видите, что заполняется еле-еле условия больше. То есть говорить о том, что мы прямо находимся в рамках приведенности теории, конечно, нельзя. Но какие-то предпосылки этому нет. Ну и фольга какая была выбрана по параметрам. Ну вот, наверное, не совсем все спектры будет хорошо видно. Это вот спектры, которые были получены из моделирования уже. То есть вот энергии, как видите, примерно совпадают. То есть различие в 30 мыф для простой теории. В первом порядке теории возмущений и честного числа моделирования двухмерного, кстати. Вот я считаю, очень хорошая. Хорошая теория была. Но даже моделирование показало то же самое. Тот вывод, который уже был получен из теории, что вот они спектры приведены. Вот однородная мишень, это вот увеличенная влезка вот этой области. Вот однородная мишень, которую спектр дала, и вот наполеонный, и внедренный слой. И вот так видно, что они особо не различаются. То есть, казалось бы, нам вроде говорят, давайте делать слоистые мишени. Получается, что особо выгорышей не видно и в максимальной энергии, и в ширине кубчика тоже. Вот. Но это уже, я сейчас так бегло пробегусь, это результат теории. Вот. Как раз вот я вам говорил, что с одной стороны, когда мы увеличиваем этот параметр ρ, мы вначале увеличиваем просто число ионов, которые вначале находились. И когда у них расталкивание слабо, это просто будет увеличивать число частиц, заданное на спектральном диапазоне. То есть, они как-то летят, ускоряются, вот у них спектральная ширина есть. Мы еще больше и больше их накидываем, они чуть-чуть расталкиваются, но примерно в рамках той же энергии летят в диапазоне. Хороший пучок получается, и частиц много, и разброс маленький, казалось бы. Чем больше мы их кидаем, тем они сильно начинают расталкиваться, и спектр уширяется и тем самым плохим становится. Вот график, какой полный заряд находится в однопроцентном диапазоне от максимальной энергии, то есть диапазон от 0,99 Е максимальной до Е максимальной, отнесенный к полному заряду мишени. Естественно, надо что-то норгировать. То есть, фактически, полный заряд всех ионов мишени, то есть здесь и тяжелые, и легкие имеются в виду, он просто фиксирует лазерную интенсивность, ту, которая в состоянии организовать все атомы до каких-то там зарядных. Ну вот видно хорошо, что график такой, он имеет максимум. А это значит, что уже в теории мы получаем, что у нас есть какое-то оптимальное порог. То есть мы, ну это то, что я забыл. Вопрос, который я рассказал в самом начале. Да, есть какие-то оптимальные вообще параметры в мишени. Ну а также вот здесь вот пунктивная линия – это теория возмущения. Для вот таких вот параметров нет. Видно, что расхождение очень такое небольшое. Вот эти 20 процентов или 10-15 процентов, наверное, расхождение. Точное решение теории возмущения. А в оптимальных параметрах тут вообще расхождение несущественное, можно сказать. Вот. А это очень приятный график из числого моделирования. Это фактически вся система ДНИС та же. Ну только вот здесь вот заряд, он не будет, нам не ровно. Это вот тоже менялся заряд легких примесных ионов. И как в заданной спектуральной ширине, как число частиц менялось. Видно тоже, что у него есть максимум какое-то. То есть уже в числом моделировании было подтверждено, что существует какой-то оптимальный заряд примесных ионов. Вот. О, даже видно хорошо. А это вот как раз то, что я говорил, почему теория нужна. Это вот параметрическая плоскость для наших мишеней. По одной оси у нас отложены кинематические параметры, по другой оси параметр Rho. Ну, фактически, если мы возьмем какое-то фиксированное средство, вот так вот вдоль вертикального оси, это вот те графики, что это приводило. А это уже просто построена параметрическая плоскость. То есть вы, допустим, говорите, какой зарядный параметр, какой хотите, скажите, какой заряд находится на процентном диапазоне. Я вам говорю, какие параметры подобрать. Ну вот видно, вот она вот эта вот светлая область. Это вот фактически есть область оптимальных параметров. Соответственно, чтобы такое численное получить, ну, придется какое-то время потратить. Вот, промерить. Я не помню, здесь, по-моему, по 100 точек в каждое. То есть для аналитической формулы достаточно быстро просчитать, численным придется помучиться. Ну, конечно, ответ будет более точен. Вот, кстати, это график с математикой. Кто сможет нам отлагить, вперед. Я знаю, что можно, но, я думаю, не так просто. Вот. Это теперь рекомендация для слоистых мишень. Потому что я так кратко пробегусь. Этот график показывает, вот, внедренную мишень. Если вам заметили. что вот напыленный слой на краю, он дал вот такой вот широкий достаточно спектр. Ну, естественно, в процентах тут очень узкий, в этом претензии нет. А вот спектр ионов, которые мы изначально заглубили внутрь мишени, видно, что он поменьше как-то. И раза в три поуже. Вот. Ну, вот, проверили аж эту догадку. Вот получилось, что есть, мы его назвали оптимальным положением для слоя примеси к глубине мишени. И вот как эта оптимальная глубина зависит от, в принципе, от всех управляющих параметров. То есть, вот он. в диапазоне мю заглублять уже его, в принципе, нет необходимости. То есть, мы переходим к всеобщей рекомендации. То есть, давайте напалять его. Вот. Но сейчас идет вот это сравнение просто по оптимальной глубинам вот это. Она просто по спектральной ширине. То есть, что он дает какой-то выигрыш спектральной ширине. Это вот кривая, которая показывает, как вот это как раз критичество. То есть, то ротри, которым признат на мю уже не надо заглублять. Ну, как-то говорится. Вот. А это еще один приятный график из моделирования. Это относительно спектральная ширина пучка в процентах вот максимальная. В зависимости от того, где своя примеси располагался. Ну, вот видно, что вот он раз минимум, вот он два минимума. И видно, что стоимость помороба здесь вот 2000-9900. Минимумы, кстати, вот они становятся все менее ярко вынуждены. То есть, что было оптимальной стерео, что необходимо заглублять, она пропадает. Ну, вот видите, здесь вот всего несколько точек. В общем, расчет достаточно был. Ну, это вот примерно те же самые параметрические плоскости. Это вот, значит, для наполённого стройда. То есть, мы его зафиксировали. Он у нас там лежит изначально. И мы как-то вот теперь начинаем менять параметры. То есть, меняем заряд, который мы изначально сюда поместили. Либо кинематрический параметр. Ну, вот плоскость, как спектральная ширина зависит от параметров управляющих. Вот видно, что здесь вот эта светлая область. То есть, минимальная спектральная ширина, она имеет какое-то минимум. То есть, опять же, вот это вот. Если кто-то спросит про наполённые мишени, то она область оптимальных параметров. Вот. А это вот другое предложение автора. Будет другое работа немножко. Вот. Они говорят, что давайте мы ионы поместим в центр мишени изначально. Вот. Оно связано с тем, что вроде бы... Ну, естественно, картинка симметрична должна быть. Вот это они так вот тяжёлые. То есть, вот это вот целая фольга. Видите, здесь L пополам. То есть, половина пополам. Ну, это всё потом как-то симметрично взлетается. Предположение-то было основано на том, что, казалось бы, если они находятся вблизи центра, тогда они будут проходить большую разность потенциалов и набирать больше энергии. Ну, максимальный энергии выигрыш может быть и есть, а вот в этом параметре заряд, подзаванность в кандиапазоне, относительно полного заряда мишени, он как-то так вот слабовато. Имеет какие-то оптимальные области. Ну, и вообще просто в теории показано, что приближение отвечает внюю стремящемуся бесконечности. Ну, видно, вот туда он стремится, да. Предел правильный. Вот, и теперь, собственно, финальный аккорд – это сравнение всех типов между собой. Значит, здесь однородные мишени – это зелёные кривые. Ну, это характеристика, но вот уже вам знакома. Значит, там проблема в чём заключается? Что, опять же, слоительные мишени у них просто при листеральной разгрузке просто максимальная энергия в пучке минус-минимальная. И всё. Вот, однородных так не получается, потому что однородное, так как изначально какой-то ион находился в нуле, поле там ноль. Поэтому у нас всегда будет для однородных мишеней диапазон энергии от нуля до максимальной. При этом спектр будет сингулярный, и все равно толку мы померить не можем. Поэтому решили сравнить вот это вот величину, полный заряд в задном диапазоне спектральном, и все как-то мишени привести к общему знаменателю, скажем так. Значит, однородные – это зелёные кривые, вот, напылённые – синие, и вот этот вот заглублённый в центр – красный. Но видно вот оно различие между однородных слоистых. Они тут не видны. То есть здесь что получается? Для однородной мишени мы смогли ускорить 2% от общего заряда мишени изначально. В 1% на диапазон попало. То есть если у нас сколько-то ионов в голову, 2% у нас будет возгладать разбросом в 1% всего лишь, максимальная энергия. То есть если у нас там величины были порядка 150 мм, вот у нас разброс будет 1 мм пропустен. Достаточно хорошие характеристики. Но это и есть эффективность ускорения фактически. То есть то, что я говорил, можно ускорить одну частицу огромных энергий, а можно ускорить их побольше, но энергии будут поумерее. Слоистая мишень наполеона дает вот такую венчину. Если же мы кинематический параметр будем увеличивать, то в общем пунктирная линия это для мю семерки, для предельного достижимого, потому что сколько достижалых металлов. Вот видно, что однородный дает небольшой шоссе. А тут вот я примерно изобразил схему, как вообще этот оптимум появляется. То есть мы первое что, хотим увеличить заряд частиц, обладающих заданным разбросом. Это очень полезная практическая характеристика. Хотим. Начинаем увеличивать начальный заряд ионов легких, чтобы их и потом стало больше. Хорошо, мы их начинаем увеличивать, увеличивается параметр ρ. Чем больше становится, тем больше изначально плотность, и полный заряд, и не больше. И начинается все сильнее расталкиваться друг с другом. Соответственно спектр ухудшается. Раз спектр уширяется, то теперь, допустим, раньше у нас на процент, где потом все попали, а теперь в 1% только треть попадет. И казалось бы, что мы опять приходим уже к другому эффекту, к уменьшению той характеристики, которую мы хотели увеличить. И вот игра вот этих вот двух противоположающих факторов, она нам дает некую опцию в заряде примесей, что для наполеонных решений, что для однородных. Вот. Ну это так. Кратный список, наверное, не буду, с Настей все так иначе сказал. Это просто вот все рекомендации, полученные из теории, а звездочки отмечены те, которые уже были подтверждены в численном моделировании. Вот. Ну, заключение тоже, наверное, допустим, все устали. Ну, это несколько картинок. Это трехмерное моделирование. Вот то, что, как бы, итоговый график я уже показывал. Мне достаточно скучно, чтобы были. А здесь вот картинка, как это все летит. Здесь у нас вот импульс, вот такой вот, интенсивности 5 на 10,21. Ну, чтобы вы еще ориентировались, интенсивность 10,22, 2 на 10,22, это на данный момент максимальная в мире, которая есть. В одной лаборатории в Вичигане пока что достигнут. Вот. С интенсивностью, по-моему, 10,25, там Николай Борисович показал, что там уже начинается пробой вакуума. То есть там несколько встречных пучков будет. Вот. А 10,29, 10,28, там уже точно будет пробой вакуума. Будет активное рождение пары. Но это в том, чтобы ориентироваться какие-то диапазоны интенсивности. Вот. Значит, есть такой вот 2-заводный импульс. Вот у него такая вот фокусировка. 4 нанометра. Это полный диаметр. Но, опять же, этот диаметр не четкий, что просто интенсивности нет. Это просто характерное расплывание этого гаусса, как там, пространство распределенное. Ну, длина волны там 1 микрометр, то есть, грубо говоря, радиус 2, 2 длины волны. Это уже такие хорошие дефракционные пределы. Вот. То есть там уже руками поля считается очень сложным. Поэтому коды используют. Вот. Ну, вот. Параметры фольги какие-то там компонентная была, да, джоулы легкие, легкие протоны были. Значит, импульс падает вот отсюда. Вот его энергия. 20 джоулей, но это смешная энергия. Я не помню так. Из механики нужна патология, что обладать энергией 20 джоулей. Ну, вот такой вот импульс полной энергии. Вот он падает, вот, и он начинает вскоряться. Вот. Ну, видно, что вот здесь такой вот хороший сгусток образовался. он в пространстве литерализован, ну, и так, или двигая совместенность, наверное, энергия была похожа. Вот. Ну, сразу скажу, вот такой расчетный, достаточно много времени заниматься. Трехмерные частицы здесь далеко не все нарисованы. Плюс, тут нарисован такой легкий, его надо считать тяжелый, еще и электронный. Вот. Это тоже тот же расчет. там вот спектр будет протонов, а это плотность. Фактически это просто срезок вдоль картинки, что я привел. Вот они как-то расширяются. Вот. Видно вот как раз сколько тут? 8,5. Вот как раз два. Микроны туда-сюда, это вот фокальное как раз стыдно. Вот этот сгусток, видно, как он летит. А до какого времени идется расчет? То есть, когда мы считали, что все так? Ну, тот вопрос такой, точный. Здесь время 40, это, по-моему, 40 лазерных периодов. Я точно не помню. Но тут уже критерий остановки хотя бы тот, что вот уже частицы долетели до границ. Судина с границ расчетной области вот этот сгусток долетел до границ. Уже считать может быть смыслом нет. Это первый критерий, а второй можно посмотреть уже вот этот пик образовался. Вот он энергетический пик, который нам нужен. То есть, дальше уже разлет там будет инерциальный, потому что в трехмерной задаче там поля падают сильно. И поэтому, во-первых, электроны как-то там распределены. Такой ручок, вот, если он уже ускорился, вот он летит, то есть, на него уже мало что будет влиять. И, в принципе, если расчет продолжать дальше, тем более на таких вот больших расстояниях, как я вам говорил. Вот, допустим, фольга была, да, вот в длинах волны расстояние, да, то есть, вот я считал где-то вот досюда. То есть, вот у меня одна длина волны, вот там одна-две, допустим, вот две. Вот, всего-то я считал до сюда. Здесь я считал разлет одномерным. То есть, здесь вот, как видно, там идет очень эффективный набор энергии. А потом поля начинают сильно падать. Потому что, во-первых, у вас видно, что ручок вначале вот он летел вот так вот, а потом он начинает в поперечном направлении разлетаться. То есть, поля там сильно падают. Во-первых, падает третье, то скорее всего поля от третье. И плюс еще энергия выходит на поперечный разлет. То есть, считать дальше можно, но это будет бессмысным, потому что просто это всё потом будет так вот национально лететь дальше. Потому что уже действие от остого оставшегося, либо от этих каких-то вещей, оно же будет несущественное. И главное все, мы получили наш спектр, все. Доказательства есть, вот такой вот импульс, с такой фольгой в этом состоянии реализовать иммуно-энергетический кучок, который потом можно использовать уже в промышленности. Ну а потом уже, опять же, как уже было показано, вот эти итоговые графики. Мы с теорией можем подавать какие-то параметры оптимальные уже и вот дальше играться. Так, ну вроде-то все. А электроны, они улетели совсем сразу, да? Нет, электроны, кстати, это полный ионная плотность. Электроны там похитрее немножко картина, потому что не было графики, не смог с графики. Там, на самом деле, они, получается, вначале их выше было, потом они стоят вернуться, и потом там, если фазовый плоскость смотреть, они там вот так вот просто вращаются, фазовый плоскость все время вот так вот бегают, там как-то двигаются. Вот вообще... Ну вот 10-22-й там или 21-й должно быть как далеко утащить? Вы понимаете, проблема в том, что их очень далеко не утащат, потому что есть граница расчетной области. Вот. А код, он был написан так, что и частицы там не могут пропадать. То есть, скажем так, есть такая учитывательная хитрость. Уравнение Max у нас 4, две пары. Вот чтобы не решать дивергентное уравнение, то есть можно решать, то есть про рейт действительно выполняется, или закон о секрете заряда, там и прочее. Вот. А можно сказать, что закон о секрете действительно не всегда будет выполняться, но дивергент на рейт тогда не решает. Тогда у нас требуется, чтобы заряды всегда в системе не оставались. И, ну, там уже в ходе в самом, это не я автор, знаю по крайней мере все тонкости, что если частицы будут пропадать, либо там руками как-то плохо зададим, в начальном слове, что просто плазму будет не хватит интервент. Тогда он просто нагенерит каких-то теневых зарядов, которые сохранение выполнят, а взлет уже будет что-то по чертича. Вот. А электроны могут как бы улететь далеко, действительно. Но они улетят, а они просто прилипут здесь на границе. То есть, ну, там, опять же, зависит от граничных условий. То есть, может, там зеркальные поставить, они будут все равно носиться. Вот. В принципе, я думаю, если зеркальные поставить, то это будет отвечать правде, потому что все равно интенсивность большая, но они бесконечны. Поэтому они как-то ответят, но все равно рано или поздно вернутся. Ну, будет как-то колебаться. Но, опять же, это будет какая-то малая их доля, а основные, конечно же, как они здесь находятся, компенсируют, естественно, заряд. Вот. И от того, что еще вот эта вот одномерная картина, она отличается рассмотренной мной тем, что у меня импульс, он, считается, пришел, реализовал фольгу, выкинул электроны и все. Но, по-хорошему, он еще чуть-чуть сдвинет ионы. Это будет происходить немножко посредованно, потому что, как ты уже говорил, каких интенсивных недостаточно для непосредственного ускорения ионов лазерным полем. Но, тем не менее, лазерный импульс, он шатнул вперед электронно, как вышел достаточно сильно, сразу же возникло разделение зарядов, которым я говорил механизм ТНСА. Вот. Это поле разделения зарядов чуть-чуть ускорило ионы. Вот. И уже у ионов даже, когда пришел лазерный импульс, создается такое впечатление, что лазерный импульс сам толкнул ионы вперед. У них появляется направленное какое-то движение, которое, естественно, у меня нет. Но потом, получается, после того, как лазерный импульс закончился, у ионов есть какое-то направленное движение, но оно, в принципе, постоянно. Какой импульс он предал? Он предал вначале. Вот они с ним и двигаются. А потом, в ходе вот этого вот такого инерциального движения сначально сквозь, уже начинается этот Кломовский взрыв. Поэтому из-за того, что он не идеально симметричен, как в теории получается, его вот назвали направленный Кломовский взрыв. Вот. Это вот, собственно, отличие. Но так, в принципе, механизм тоже получается, что у нас есть какой-то компенсированный заряд ионов. Как-то там электроны размалывают, в том числе заряд компенсированный. Тем не менее, расталкивание ионов, но привод пускает. Вот. Ну, пожалуй, всё.